Встреча с избирательной комиссией 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 Участники виборчого процесса. Чтобы нанять водяль для дневничной виборчей комиссии, ни аукцион, ничего не проходить. Есть установка еще из 2004 года, где написано, что ему оплата работы действует, выходя из минимальной заработной платы. Еще ему нужно представить кучу доведов из нашей ГАИ, медицины и так далее, который, конечно, должен выездить из своей бензина и взять эти дороги. Девушка, вы захотите это? Девушка, когда мы не находим водя, возвращаемся к сельских рай, а те говорят, что нам такие соответствующие статьи не финансируют, мы можем открыть гараж, дать вам автомобиль с пустым баком, ключем и статтей, которая была зарплатой водею в этот день, тоже не предназначена в бюджетах. Сейчас сельские ради и органы местного самоврядувания финансируются где-то на половину. Очень много заработок зависает. Партии тоже не работают в этом направлении. Я особо ничего не смогу добиться. Девушка, я в бочку меда. Идет выборный процесс, тишь, гладь, благодать, все прекрасно. И теперь вот вы были на приеме у зампрокурора области. Его высновок, который вы, наверное, не знаете, то есть фактуры, обращений и нарушений в Лобинском районе нет. И Миголь подал на этого самого заявления на получение его достоинства. Вот, выборы, нарушений боли народа нету, потому что несовершенно законодательство с Полтавы приехал зампрокурора, обращений и фактуры нарушения Миголем нету. И тогда Миголь подает на Вахуленко то, что он нарушил его достоинство. Все наши законы. Ну, официально, официально, что же, не омолошено. Уже. Нет. Вы, 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 вы... Да, я вчера звонил, кто вы сказали. Значит, и... Ну, Миголь уже подал в милицию, в наш район, в милицию заявление. Но, говорите, не спонсорировано, о том, что нарушили его достоинство. Потому что... Нет, что он подал, это не означает, что для выставок есть. Да. Ну, я не думаю, что он такой глупый, что он просто подал с потолка, он уже знает, что там будет выставок. По которому не будет его нарушения. Нет, ну мы же на всем не забылимся. Это хорошо. Нет. Я к тому, я к тому, то есть, конечно, я бы не прошу, то есть, даже если сапогом заедут в морду начальник, не надо утираться, а надо сражаться. Здесь одинаково. Просто я еще раз хочу сказать, плохое законодательство, так вот мы, наверное, должны сказать. Раньше бабуля, вот, я даду сбрехать, придет и скажет, сынке, у меня крыша течет, я на выбор не пойду. Я раньше подниму и заставить, ей это сам отремонтировать. Пророда кнутой, если проведут? Да. А сейчас? Ну, и у меня еще будет одна профессия. Ну, я... Продолжение следует...